Что хочу вам сказать, дорогие друзья, об озеленении нашего отеля. Не могу сказать, что он очень, знаете, супер красиво как-то озеленен. Здесь обычные совершенно цветы, нету такой яркости. Ну, наверное, потому что это очень трудно вырастить. Но я всегда захожу между двух отелей Кристалл. Находится такой, сейчас прогуляюсь, тут, ну, как бы парк. Правда, все сейчас огородили. И раньше здесь калитка была, можно было пройти. А сейчас, вы не поверите, пролезла через дырку в заборе. Это вообще зачем огородили? Всегда мы здесь гуляли. Я прошлась очень далеко, ничего не нашла, кроме как дырки в заборе. Но я пролезла в дырку в заборе, потому что полюбоваться вот на такие красавцы гранаты. И в этом году они что-то еще и не готовы. Посмотрите, как растет гранат. Как может выдержать веточка такие тяжелые плоды. Вот. Просто вот именно пришла полюбоваться. И каждый год хожу сюда, чтобы полюбоваться гранатами и апельсинами. Сейчас вам покажу, посмотрите, сколько. Камеру поверну и покажу вам, что здесь растет. И вообще, как это все произрастает. Вот, чтобы вы просто посмотрели на эти деревья и, может быть, подзарядились тоже положительной энергией. Вот, смотрите, гранаты. В прошлом году, кстати говоря, на них был, ну как, я решила не урожай, потому что совершенно не нашла гранатов. А в этом году крупнющие. Вот у граната как находится. Вот эта красота, правда? Вот. Гранаты. Что-то дальше пошли. Вот они, такое стоит деревце, их подстригают. Вот, ну красота. Может быть, они уже вкусные, кто их знает. Вот, в этом году, так что, гранаты. Ой, какие крупные. Просто обалдеть, какие крупные. Детский уголок, вот видите, все закрыто. Просто как бомбочки. А вот это лимоны. Или лаймы, я даже не знаю, что. Лимоны, может быть, лаймы, потому что вот такие зеленые. Смотрите, какой кустарник. Круглый, и сколько на нем много этих лаймов. Вот, все в лаймах. Если взять, здесь обычно валяются, я потом посмотрю. Ну, потереть его, да? Аромат необыкновенный. А листики? Листики тоже пахнут. Ой, какая прелесть. Пойдем дальше. Вот детская площадка. Все это закрыли, перекрыли. Дальше пойдем тоже любоваться на апельсиновые деревья. Да, в этом году большой урожай у них гранатов. Вот сколько много. Кому-то, может, не интересно все это. А мне так очень интересно потрогать, пощупать эти бомбочки. А вот апельсины, апельсиновые деревья. Видите, какие апельсины? Совершенно незрелые, а часто здесь просто желтые апельсины бывают. Но сейчас еще повыше поднимусь, покажу вам. А это, дорогие друзья, мандарины. Вот такие мандаринчики. Вот. Тоже еще незрелые. Кстати говоря, в том году мы были в это же время. И именно здесь же и мандарины, и апельсины все было зрелое. А сейчас незрелые. Интересно так. Вот сколько их много. О. Вот он уже виден. Вот это другой отель. Мы здесь были первый раз. Кристалл Санрайз. И эти два отеля, запросто между ними, я имею в виду, был проход, мы ходили. А вот здесь урожай какой большой. Какой большой урожай мандаринчиков. Что-то даже ни одного не валяется. Но я один мандарин стащу. Вот такой вот желтенький. Только лишь. С желтеньким, видите, чуть-чуть. Только лишь, чтобы нюхать и наслаждаться. Кто-то напишет, что это очень плохо. Но один стащу точно. Какой красивый кустарник. Даже, не знаю, может быть, это и дерево. Посмотрите, какой ствол большой. Вот такие красивые цветы. Сиреневые. С красным. Типа издалека, я думаю, мальва, что ли. Похоже, как на мальву. Но нет. Махровый, симпатичный. Здесь газон подстрижен. Обратите внимание, здесь такое большое же поле. Все подстрижено. Деревья все видно, что кранированные. Видите, такие кругленькие. Здесь вот теннисный, корт большой. Вот апельсины только-только начинают желтеть. И вот здесь люблю гулять именно по этому полю. И прямо дойду до другого отеля. Можно здесь и посидеть на газоне в тени деревьев. Вот сколько апельсинов много. Да, в этом году урожай. Вот тут уже что-то лежит. Говорю, обычно они падают. Но видно, что-то в этом году запоздалая реакция. Такие хорошенькие деревья. Кроны круглые. А много. Здесь еще есть кедры. Вон какие. С огромным количеством шишек. Вот. Я еще здесь и шишки собирала. В прошлом году и в другом месте собирала. Ну и здесь тоже. Вот эта дорожка как раз ведет к другому отелю. Вон, видите, шишка. Красивая, правда? Вон они какие. Ну вот, дорогие друзья, опять возвращаюсь. Опять налюбовалась, нафотографировала вот этих красавцев. Вот. Нашла, кстати говоря, один упавший. Может быть, он и зрелый. Ну, просто он такой уже сухенький. Вот и хорошо. Сейчас главное найти дырку. Дырку, пока никто не видит, махнуть через забор. Такая у меня сегодня вылазка. Ну что, лучше не стало пока с растениями. Красивее не стало. Вот. А я сейчас должна подняться вот по этой высоте в наш отель. Правда, здесь везде проложены каменные ступеньки и здесь вот тоже кедровая роща. В прошлом году я тут очень много шишек набрала кедровых. И, кстати говоря, ничего из них не сделала. Надо в этом году сделать обязательно, ну, использовать их в зимних композициях. Шишки большие. Если сейчас найду какую-нибудь самую красивую, вам покажу. Вот видите, шишки вот такие большие. Я в прошлом году находила экземпляры еще более крупных шишек и красивых, прекрасивых. Сейчас здесь чего-то мало. Мало. Так, везде смотрю. Вот такая красота. Сейчас в телеграм-канале делаю посты о том, как отдыхаю. И самое такое популярное мне задание снять, что здесь растет. Ну, и каждый год я это делаю. Итак, что здесь растет? Ну, растут банановые вот такие деревья. Вообще банан – это не дерево, представляете? Это, можно сказать, трава. Банан – трава и никакая не пальма. Вот, смотрите, здесь можно видеть цветок банана, который опылился. И вот они, бананчики, растут. После того, как снимаются бананы, это дерево вырубается. То есть оно не долговечное. Это только, ну, одноразовое, будем говорить. А дальше уже вырастают следующие. Или там их сеют. Я даже не знаю этот процесс. Но, одним словом, бананы – это не пальма, которая растет там много-много лет. Вот. А обыкновенная трава. Ну, красиво, правда? Посмотрите, какой цветок у банана. Кто еще не видел? Вот. Пыльца так проходит, опыляется, и вот они бананы. Вот интересно, да? Он так немножко обычно еще раскрывается. Он уже отцвел. Ага, вот там еще. То есть бананы – это вот такая вещь. Вот, смотрите. Ой, какой хорошенький. Прямо прекрасный. Такой тяжелый, тяжелый цветочек. Еще в прошлом году я брала вот это растение. Тоже мне оно не так. Оно мне понравилось. Посмотрите. И оно у меня даже прижилось. Ну, потом как-то постепенно-постепенно изгинуло. Вот, какая это красота. Такие трубочки цветов. Смотрите, какие. И такая, знаете, как хвощ полевой. Как будто бы хвощ растения похожа. И вот такие трубочки цветов. Ну, просто не высказать, как красиво. А вот так выглядит, как... Вот буквально полевой хвощ очень похожий. В этом году опять, конечно же, сделал. Видите, какие получаются. Как амбельное растение. Ой, как красиво. И они такие какие-то как неестественные даже. А здесь что-то такое серебристое. Бархатцы, дорогие друзья. Незаменимый цветок видно во всех частях мира. Переносит жару очень легко. Наверное, только у нас его рано. Трудно вырастить из-за заморозков, не дай бог, каких-то весенних возвратных. Или осенью, когда наоборот, они приходят слишком быстро. Вот прекрасно растет. Конечно, здесь есть капельный полив. Но бархатцы чувствуют себя лучше, чем другие цветы. Показываю, как чувствуют себя пеларгонии. Это какое-то такое зрелище. Очень даже некрасивое. Ну и для отеля, в общем-то, с пять звезд. Вот считаю, что не очень должна быть такая клумба. Мне кажется, что это как-то совсем несерьезно. Ну и вот все-таки вот этот цветок, этот традисканц, который я привозила, вот здесь на солнце она чувствует себя, ну, как-то пышнее, что ли. Хотя у меня тоже хорошо растет. Ну, более длинные такие. Ее надо постоянно прищипывать. А здесь цвет просто не передать. Какой насыщенный. А вот этот цветок я привозила в прошлом году, дорогие друзья. Вот, сейчас он у меня растет в кашпо и растет на одной клубе. Здесь, видите, его, наверное, часто стригут, поэтому он такой вот толстый, а у меня более ветвистый. Лето было хорошее, и он все время цвел вот такими маленькими, красненькими, ну, как ромашечками. Так что может быть как ползающее растение, а может быть как оплетающее любой каркас. Ну, по типу что-то, если трогаешь его, он здесь такой, как отчиток или седум какой-то. Скорее всего, и какой-то седум. Легко размножается. В общем, это я уже с собой брала. Какие-то хвойные растения, ну, на подобии туй. Даже, наверное, не на подобии. Ну-ка, а прямо туи, туи, туи. Как-то запах только маленький. Вот так посмотрите, в какой они жаре здесь растут. Подстригают сильно. Вот, ну, они вот опять отрастают. Замечательно. Олеандр огромный. Вот, и огромные юки. Такие полусухие, конечно. Вот юка красиво очень цветет, а в прошлом году здесь такие были цветы, просто невообразимые цветы. Розмарин у меня в прошлом году никак не прижился. Возьму обязательно и в этом году. Вот этот душистый розмарин. Запах от него. Очень-очень. Ой. Очень сильный. Знаете, как такой хвоей. Ну, одним словом, какой-то елкой. А еще здесь очень много кошек. Если типа по вот этому длинному-длинному такому променаду, то кошки здесь везде к ним относятся очень хорошо. И они такие крупнющие вообще. Везде стоят миски с водой, с питьем. Вот не пойду дальше. Посмотрите, они везде здесь лежат. Еще рыжий был, типа нашего Фунтика. А этот как уголек. И у них даже есть домики свои. Так что, видно, их здесь подкармливают. Ну, какие-то кошки такие. Посмотрите, как сфинкс. Ты большой, котяра-то. Ты, котяра-то, большой. Они такие ленивые, немножко разморенные. Красавцы. Что такое? Ты прям прибалдевший весь. Такое у него выражение мосички. Ты еще не проснулся? Вот какие здесь большие коты. Симпатяги. Прям вот видно, что моська у него не русская, как сказал Борис. Ну все, я со своей вылазки. Показала вам кое-что. Флора и фауна будут. Так что, сейчас еще поздороваюсь с попугаем Кешей. И на этом выпуск мой будет окончен. Вот он, какой красавец сидит. Кошки, собаки, цветочки, апельсины, лимоны и попугай. Привет. 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 Что-то забрался сегодня под самый верх. Чего это ты сегодня такой деловой? А, привет. Ой, какой красивый ты. Ты какой красивый. Покажи нам свои крылышки. Покажи. Ой, красавец. Ой, красавец. К downtown.